Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, а я начинаю новый влог. Как мне говорит моя двоюродная сестра, снимай абсолютно все. Сивиль, кстати, огромный привет. Она смотрит все мои видео и всегда мне говорит, что снимай абсолютно все. Когда я говорю, что мне нечего снимать, она говорит, снимай, как выбрасываешь мусор, не знаю, как моешь посуду, как убираешься, да что угодно, лишь бы влог был. Это так приятно. Я вот желаю всем иметь родственников, таких как у меня, которые тебя поддерживают, смотрят. Сейчас мне позвонили и сказали, что с минуты на минуту мне сейчас привезут третью кнопку. То есть две у меня уже есть и получается будет еще третья. Она 50 на 50, 50% моя, 50% мамина, но все же мы с мамой очень рады, что каждый наш канал имеет по одной кнопке. Конечно, хочется еще и золото получить. И я надеюсь, что когда-нибудь Найка Эмили будет золотая кнопка, будет миллион подписчиков. А если ты хочешь мне помочь в этом, ты знаешь, что делать. Нужно подписаться. Ура! Я вам показываю с изнаночной стороны просто потому, что там у меня адрес мой. Поэтому давайте открою и потом покажу. Реально это очень приятно, несмотря на то, что это не первая распаковка. Я сказала маме, что эту кнопку распаковывать должна именно ты. Вот такое письмо от Ютьюба. Как круто, что Ютьюб придумал вот такие награды. Это безумно мотивирует. Ой, посмотрите, какая масечка. Вау, какая красота. Несмотря на то, что это моя уже третья кнопка, все равно ощущение, как будто распаковываю первую. Это не сравнится ни с какими деньгами, ни с какой зарплатой с интеграцией и так далее. Это просто кайфка. Хорошо, что Ютьюб придумал такие вот награды. Красота, красота. Пойду порадую мамочку. И еще здесь какая-то вот такая штука непонятная. И вот, у меня пока что только серебряная, есть золотая и бриллиантовая. Надеюсь, что до пенсии я получу хотя бы одну бриллиантовую кнопку. Хотя, наверное, бриллиантовая кнопка это из ряда фантастики, но хотя бы золото. Было две красоточки, а стало три. Или как-то надо вот так. Моя вот от канала Айк Эмили вся помятая. С помощью Твикса это все произошло. А вообще можно на стену. Когда мне появится золотая кнопка, дай бог, тогда я все это повешу на стену. Смотрите, какая красота, как это смотрится мило. Вы гляньте на этот ветерочек, который дует так прекрасно. Кстати, Твиксик перестал писать, где попало. Поумнел. Или понял, наконец-то, где находится туалет. Дома мне конкретно не сиделось, поэтому я решила пойти прогуляться. Что-то, возможно, купить. Надела вот это свое любимое платье из последнего заказа Шейн. Если вы не видели распаковку, то обязательно посмотрите. Платье невероятно легкое, очень красивое. Пошу абсолютно без бюстгальтера, без всяких заморочек. В общем, я очень довольна. По рекомендации одного из азербайджанских блогеров, я решила направиться в магазин обуви, где сумасшедшие скидки. В магазине действительно, как и говорилось, был огромный выбор товаров на скидках. Мне очень понравились вот эти шлепанцы. Они смотрелись невероятно нежно, красиво. Этот зелененький мне, кстати, тоже очень понравился. А больше всего, мне в последнее время, как сороке, нравятся стразы. Стразы на обуви. Это прям нечто. В общем, они стоили просто копейки. Никак не могла определиться, какой цвет все-таки выбрать. Розовый, красный, зеленый. В общем, долго думала, и наконец-то остановилась на розовом. Мама вечно уговаривает меня купить что-то на каблуке. Я вот рассматривала вот эти туфельки черные. Мне кажется, это под все. Но этот каблук, я знаю, что просто эти туфли будут у меня валяться. Носить их точно я не буду. Поэтому продолжила рассматривать другие варианты каких-то черных босоножек. Но уже без каблука. Вот эти, кстати, мне нравятся абсолютно на 100%. Единственное, что мне не нравится, это основа. Основу я тоже сделала черную. Но они какие есть. Я их померила. Размерчик мне подошел. Мне кажется, очень нежно смотрится на ножки. Я решила все-таки их взять, потому что невероятно круто. Они блестят. Смотрите, как они круто переливаются. Я решила все-таки их тоже взять и выбрала аж две пары, которые точно буду брать. Выбрав две пары обуви, я направилась к кассе, где мне отказали в оплате карты. К сожалению, так все чаще и чаще происходит в Азербайджане. Почему-то магазины не хотят, чтобы люди платили карточкой. Не знаю, почему так происходит, но я ничуть не расстроилась. Значит, не судьба. Значит, не стоит покупать летнюю обувь под конец сезона. Чисто случайно мои ноги привели меня в магазин с золотом. Посмотрите, какие классные сережки. Я сама не заметила, как я учтилась в этом магазине. Начала рассматривать сережки. Вот такие, кстати, советские модели я совершенно не люблю. Мне больше нравится современное золото, особенно желтое. Посмотрите, какой красивый кулончик. Точнее, эту цепочку с застроенным кулоном. Такая вот снежинка как раз для девушки, которая родилась зимой. Например, в декабре. Например, одиннадцатого. Идеальный подарок для такой девушки. Посмотрите, как красиво. Я прям не могу. Я чуть не растаяла. Эта снежинка не растаяла, но я там стояла и почти растаяла. И как вы думаете, что из этого я купила? Приду домой, обязательно вам покажу, что я купила. Потому что именно здесь я купила. Здесь я вытащила свою наличку и дала, потому что за золото я могу отдать и наличь, но ничего страшного. Это же не обувь, где сезон заканчивается. Также извиняюсь за мои волосатые руки. Я завтра записана на лазер. Потерпите еще совсем чуток и все будет пучком. Еще одна моя страсть, как вы знаете, это косметика, особенно тональные основы, которых много не бывает. Хоть дома 10 штук, все равно еще надо. Раз я уже здесь, я хотела взять 4 тональных от ENAF. Один коллаген, другой вот такой вот голубенький. Еще есть фиолетовый и в золотой упаковке, честно, как они правильно называются, я даже не знаю, но, к сожалению, оттенков не было. Да-да-да-дам! Пошла за обувью, пришла с сережками, вот такие вот серьги с висюлькой. Мне они настолько нравятся. Просто я хотела у вас спросить совета. У меня они без ничего, просто вот так. Я боюсь очень сильно их потерять. Я хотела заглушку себе купить, но ни одна заглушка не подходит сюда. То есть, силиконовую заглушку, чтобы вот так вот было, и я была уверена, что они не потеряются. Очень переживаю, каждый раз вот так вот перепроверяю, на месте ли серьги, или нет. Ну, а так просто красота! Золотые сережки! Мы же с вами как подружки, правильно? И вот мне интересно спросить у вас, девчонки, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого были такие сережки, есть ли вариант, что они потеряются. Я просто помню, лет где-то 7 назад, нет, не 7, вру, мне было лет 12, и у меня были такие сережки, и одна у меня потерялась. Действительно у меня такое было, но мне и в магазине сказали, когда я заглушку искала, девчонки тоже мне сказали, что такие сережки, они не теряются, не стоит переживать, не стоит искать заглушки, и ходить просто вот так вот. А я хочу силиконовую такую штуку одеть сюда, чтобы точно не потерять и быть уверенной в том, что я останусь с сережкой. Кстати, желание купить именно такую модель сережек у меня появилось после того, как я начала ходить в спортзал. Там есть девушка, про которую я вам рассказывала, у которой офигенная фигура, и у нее были вот такие сережки. Я так посмотрела на нее и подумала, надо тоже купить. Таких-то лайки нету, непорядок. Изначально я планировала купить 4 тональных, но, к сожалению, 13 номер был только вот этот. Но его я бы взяла, даже если 13 номера не было. 13, то есть самый светлый. Мне в комментариях, девчонки, я прям не помню, как звали, но я ответила на твой комментарий, огромный тебе привет. Девчонка писала, что чем коллаген брать, лучше взять 8 пептидов. Я решила взять именно его. И как раз он был в 13 оттенке, поэтому я подумала, это судьба, берем. Завтра, когда буду снимать для вас влог, обязательно протестирую его. В общем, коллаген, я так поняла, это уже прошлый век. Появились другие новиночки. Смотрите, какой огромный просто объем. Здесь 100 мили. Я думаю, пользоваться я им буду очень долго, где-то полгода точно. Но коллаген и другие варианты тоже хочу взять. Как только у них появится 13 оттенок, так сразу обязательно я куплю. А этот завтра будем обязательно тестировать. Так как прошлый карандаш от Golden Rose не подошел под помаду, которую я купила вчера. Ой. Поэтому я купила еще один карандаш. Сейчас сделаю сводч. А этот карандаш прям в точку. Тот оттенок, который я прям хочу. Так что моя коллекция косметики сегодня пополняется аж на два средства. Почему нет светлых оттенков? Я не понимаю. Почему их так быстро раскупают? Если их так быстро раскупают, почему нельзя привести их больше, чем остальные, например, оттенки? Кстати, по этому QR-коду можно понять, что это не подделка, а оригинал. А вот эти сережки отправляются в мою шкатулочку. Давайте их вот сюда, чтобы они не потерялись. А мне уже надо собираться на спорт. У меня сегодня спорт. Я на улице, жду Первану. Точнее, Первану. Я хотела тебя опять, опозорить не получилось. Вообще, я хотела сказать, что я ее опять жду. Я ее опять жду, но она здесь, у меня есть какие-то дела. Сладкий мальчик с кепки. Привет всем от мальчика с кепки. Первана тут заценила мои сережки. Она говорит, не переживай, не падать не будут. Тут у нее такие были, но в конце она сказала, что она их потеряла. Но меня уверила, что не переживай, не потеряются у тебя. У тебя точно не потеряются. Но я свои потеряла, конечно, точно такие уже. Но ты не переживай, у тебя не потеряются. Тут не первана делает комплименты, что я хорошо выгляжу. Я как-то жирно выгляжу. Так как-то светло снимаю. Я в жизни крашу, но почему-то на видео кажется по-дурацки. Кстати, насчет сережек. Та девочка, которая меня вдохновила на эти сережки, я ее увидела. Она говорит, они не падают, просто надо быть аккуратнее, когда купаешься или где-то на море. А в остальных случаях, то есть они не падают, так что падаться не стоит. В прошлый раз у меня была тренировка на ноги и тогда я прям сделала упражнение до изнеможения. У меня до сих пор болят ноги и сейчас упражнение делать крайне сложно. Хотя сейчас у нас упражнение на руки. Руки вроде в прошлый раз не были задействованы, но все равно и готовы. Я в свою очередь ничуть не жалею, что я поменяла зал на женский, но в то же самое время ничуть не жалею, что ходила и в мужской. Все это опыт и ты можешь уже сравнить два зала и сделать выводы, где тебе комфортнее, где тебе удобнее, какие различия есть между тренажерами, потому что различия они на самом деле есть и они существенные. Вместе с нами ходят просто замечательные девушки. Очень общительные, невысокомерные. У каждой можно что-то спросить, кому-то можно что-то посоветовать. Девочки очень классно идут на контакт и это не может просто не радовать. Да, это я в инстаграм выложила видео, он умиляется этим видео. Брах позвонил и сказал, что он приедет за нами. Прикиньте, кто-то уже приехал? Кто-то приедет за нами. Просто сполоснулись, голову не стали мочить, так что макияж будем смывать домом. У кого-то очень сильно болят ноги, кто-то перезанимался. Здесь, привет, привет. А что ты... Ладно, я сяду сюда. Садись, красавица. Она мне уступает. Ой, стаканчики до сих пор здесь, в нашей поездке. Твои стаканчики, вот там. О, привет. Сегодня был пресет. Да, мы приседали. Уменица. Будет тортик из нас. Ну, конечно. Ну, это нельзя сладкое. Ну, ладно, мы уговорили. Я предлагала им, что не надо сладкое, но они меня уговорили. Тогда этот берем мой любимый тортик, который... который любил еще любят. Мас? Сникерс? Или Баунти? Мас, да? Давайте Твикс возьмем еще. Мас, да? Мас, ты поняла, какой он Мас? Да. Шоколадный, да? Так, первая, возьми до паркует машину. Может, я могу поцеловать его? Век не расплатимся. А пойдем тебе поцеловечки? Подожди. Пришли в вазу выбирать тортики. Где мой любимый? Круасанчики эти, кстати, очень вкусные. И вот, а что маленького нет, то... Похоже, что такое? А этот маленький, любимый. Но мы возьмем наш любимый. Да, если хочешь, такой возьмем, мне без разницы, какой хочешь. Я могу вступить. Ну, ладно. Я быстро соглашаюсь. Вот это тоже интересно. Можно мукбанг с ним снять. С какими-то ягодами. Не очень хорошо видно на видео, потому что здесь стекло. Оказывается, здесь еще есть колбаски. Сверх, все что угодно. Все, тортик мы уже купили. И еще нашим тренировкам три дня отмечаем. На что? О, на это. Это мой, кстати, самый любимый. Как он назывался? Марс или? Да, да, да. Марс. Лепитер. Кто такой красивый? Кто такой красивый? Людей, на нас снимаем. Ууу, недоволен, милочка. Квас. Германас. И только сейчас я вспомнила, что я забыла вам загрузить видео мукпанг. Точнее, я его загрузила, просто доступ не открыла. Обычно, как я делаю? Я ставлю на время. То есть, я сама не публикую видео. У меня уже стоит готовое. Например, завтра видео выйдет в 11 и так далее. А здесь, оказывается, я не указала времени. Поэтому сегодня у нас с вами было только одно видео. Это, конечно, очень плохо, очень печально. Но ничего, буду стараться с завтрашнего дня уже обращать внимание на такие мелочи. А то сегодня замоталось. Тут у нас вода. Я настолько привыкла к покупной воде. Готовим чай. Все с этой водой. Очень удобно. Когда делаешь чай, нет никакой накипи. И мой слой откиплый. какой ласковый мальчик. Соскучился. Соскучился по маме. Все, никак не сделаю коллекцию для бумажного канала. Все, начинаю, но не заканчиваю. Сегодня хотя бы надо сесть и закончить эту коллекцию. Тут уже очень давно не было видео на бумажном канале. Если я сейчас не попрощаюсь, я знаю, что я потом забуду. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Буду стараться в таком же ритме снимать для вас контент, радовать вас новыми видео. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки на мои видео и писать обязательно что-то мне в комментариях. Всем пока!